В эфире новости день за днём. В студии работает Олег Соловьёв. Здравствуйте! О событиях, которые мы не смогли обойти стороной, смотрите прямо сейчас. Кинотеатр отличный. Мы думали, что он намного хуже, но он оказался даже очень ничего. Без цензуры. Кинотеатр Десногорска глазами зрителей. Десногорска, вперёд! Баскетбола много не бывает. Две игры прошли на выходных в Десногорске. Знания, полученные именно в этом месте, они помогли мне. Вот, допустим, на первом курсе у меня предмет был такой – инженерная графика. Выпускники художественной школы встретились в стенах родного здания. Мой образ состоит из девушки 50-х годов. Шляпа, кипёровые перчатки. Для молодых десногорцев состоялась вечеринка со шляпным дресс-кодом. Этот закон убьёт СМИ. Так оценивают наблюдатели принятия новых инициатив Госдумы. Законодательный орган в первом чтении принял два законопроекта, жёстко ограничивающих свободу слова в средствах массовой информации. Под запрет попадают высказывания в неприличной форме о действующей власти, обществе, конституции, государственных символах. Также определена ответственность за распространение ложных или искажённых новостей. В зависимости от деяния полагается штраф от 1 до 5 тысяч рублей или арест до 15 суток. Законопроекты активно критиковались представителями правительства и даже Генеральной прокуратурой. Тем не менее, это не помешало Госдуме поддержать обе инициативы. Не так давно в Десногорске появился новый способ провести свой досуг. Свои двери открыл обновлённый кинотеатр. В нём всё согласно жанру. Хрустящий попкорн, удобные кресла и новинки кинопроката. Всего ли хватает? Расскажем далее. Смотреть кино можно, конечно, и дома, но согласитесь, в большом комфортном кинотеатре это совсем другое дело. Теперь этому критерию соответствует и кинозал Десногорска. Без кинотеатра любой город – будто бедный родственник. Ведь это не только культурный, но и важный социальный объект. Реконструкция Десногорского кинозала прошла, как и планировалось. Удобные кресла, отличный звук и цифровое оборудование для показов радуют зрителей. В принципе, всё прекрасно, звук шикарный. Ну, соответственно, кино тоже великолепно. Кинотеатр отличный. Мы думали, что он намного хуже, но он оказался даже очень ничего. Кинотеатр хороший, звук тоже хороший. Было очень интересно, приятно смотреть. Хотелось бы, конечно же, намного больше фильмов, потому что это интересно. Прекрасное времяпреповождение, почему бы и нет. С момента открытия кинозала продали почти 6 тысяч билетов. При этом наиболее посещаемой оказалась лента Т-34. Можно признать, уверенный старт культуры кино в Десногорске удался. А что будет дальше? Смотрите анонсы. Олег Соловьёв, Юлия Соболева, Светлана Розганова, Десна ТВ. Проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» позволяет выделить почти 2 миллиарда рублей на ремонт проезжей части Смоленской области. Сумма поступит в распоряжение в 2019 году и пойдёт на ремонт дорог городского и регионального значения. Так, на ремонт проезжей части в Смоленске будет потрачено 660 миллионов рублей, а на ремонт дорог Смоленской области направят 1 миллиард 200 тысяч рублей. Указанный проект предполагает проведение ремонтных работ в области с 2019 по 2024 годы. На ремонт 100 километров дорожного полотна Смоленска и более 1000 километров областных дорог планируется затратить 17 миллиардов рублей. Прошедшие выходные прошли под стук баскетбольного мяча и возгласы болельщиков. Мужская команда «Динамо Росенергатом» провела две игры в ходе открытой лиги Смоленской области. Кто приезжал по мере со силами и с каким настроением уехал? Узнаем дальше. 26 января на арене физкультурно-оздоровительного комплекса «Десна» команда «Динамо Росенергатом» встречала своего смоленского соперника. «Квантум Сатис» переехали в неполном составе, но с должен настроен на игру. Матч прошел по-соседски, спортивно и дружелюбно. «Десногорская» команда была своим амплуа. Активная техничная игра и доминирование до окончания встречи. Как итог, 74-63 в пользу хозяев. В нашей команде, наверное, не хватило собранности. Не хватило нам еще четырех человек, которые не смогли поехать. Основные игроки нашей команды. Ну и в конце немножко подрасслабились, устали. Воскресная же игра была не так однозначна. И, как оказалось, стоила масса сюрпризов. «Все мы знаем, что «Гладиаторы» — это сильные и выносливые бойцы, которые устраивают зрелище на потеху публики. И вот сегодня команда Десногорска принимает команду «Извязьму» под названием «Гладиаторы». Действительно ли они настолько сильны? Об этом мы узнаем совсем скоро. Первая половина матча прошла в хорошем спортивном темпе. Десногорские ребята показали должный настрой и уверенно вели большую часть игры. Но вся интрига была впереди. Казалось, что победа уже в кармане у хозяев, но череда фолов и напор «Гладиаторов» смогли изменить ход встречи. Нервное напряжение сказывалось как на игроках, так и на судьях. Жесткие столкновения обеих команд приводят к череде фолов. Противостояния с мнением судей на повышенных тонах слышны как со стороны спортсменов, так и со стороны зрителей. Как результат, Даниэль Кобедин, Десногорск, получил два технических фола и покинул игру. Концовка матча не выявляет победителя. Счет 81-81. Игра переходит в овертайм. Здесь «Гладиаторы» нанесли последний удар. Итог встречи в пользу команды из «Язьмы» – 93-89. Игра оказалась очень сложной. Даже в овертайм выявили. Ребята наши, конечно, стараются. Но вот видите, как-то не хватает концентрации до конца. Поэтому очень тяжелая игра получилась. Не могу не отметить сегодня, с моей субъективной точки зрения, достаточно превзятое судейство. Ну и вследствие этого тяжелейшая игра с овертаймом, с большим количеством фолов. Я считаю, немного ее превратили в слишком жесткого. Можно гадать, что определило победителя в данной игре. Но результат зафиксирован. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ. В Смоленске, Рославле и Десногорске пройдут соревнования по рабочим профессиям «Молодые профессионалы». Это уже четвертый открытый региональный чемпионат. Он пройдет с 18 по 22 февраля. Чемпионат включит в себя состязания по 28 компетенциям для специалистов рабочих специальностей разного возраста. Участие могут принять как юные профессионалы от 12 лет, так и люди старшего поколения. Состязания призваны популяризировать рабочие профессии и повысить их престиж в обществе. Программа «Молодые профессионалы» – это международное движение. В настоящее время все субъекты Российской Федерации являются официальными членами этого движения. Подробная информация на сайте worldskills.ru 25 января выпускники детской художественной школы встретились в стенах родного здания. Бывшие одноклассники поделились своими воспоминаниями, планами на будущее и просто хорошим настроением. Для кого-то это было просто хобби, а для кого-то призвание и вектор дальнейшей жизни. Ведь в творчестве, как и в любом деле, нужны талант и трудолюбие, качества, обладать которыми повезло не всем. Подобные профессии выбирают скорее не умом, а сердцем. Ведь у художника свое видение, порой отличное от всем привычного. Кем станут эти юные лица, пока неизвестно. Но в любом случае, полученные знания и навыки позволят им смотреть на мир немного под другим углом. Знания, полученные именно в этом месте, они помогли мне, допустим, на первом курсе у меня предмет был такой, инженерная графика. Там понадобилось вот это вот абстрактное мышление, умение держать карандаш в руке. С помощью творчества человек саморизует себя, ищет свою судьбу, ищет себя в этом мире. У него развиваются свои мышления, какие-то индивидуальные способности. Бескрайний мир красоты и творчества открыт каждому, и подчас от этого мира нас разделяет только наше желание. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ. Шрамы Великой Отечественной войны останутся навсегда, как в нашей памяти, так и на нашей земле. За время войны нацисты разрушили на советской территории более 1700 городов и поселков, более 70 тысяч деревень, свыше 6 миллионов зданий. С целью восстановления и сохранения памяти об утраченных населенных пунктах создан мемориальный проект «Живая деревня». В этом году к проекту присоединяется и Смоленская область. Благодаря ему создана информационная база, в которую уже включены 1250 деревень, уничтоженных захватчиками. В мае и июне в смоленских школах запланировано проведение серии уроков памяти. Ребята получат возможность стать волонтерами. К участию в проекте приглашаются все желающие. Контактная информация представлена на ваших экранах. 25 января в Центре культуры и молодежной политики состоялась необычная вечеринка. Все гости постарались до мелочей продумать свой образ и выделиться креативным головным убором. Подробности в сюжете. Все дело в шляпе. Пела когда-то популярная группа «На-На». А в чем же дело здесь? Узнаем прямо сейчас. Веселые парни и девушки, полные творческого энтузиазма, встретились на танцполе. Они продемонстрировали друг другу свои необычные шляпы. Девушки в головных уборах, как у известных Бриджит Бордо и Коко Шанель. Молодые люди в основном выбирали классику времен 60-х или ковбойскую шляпу крокодила Данди. Вечер подарил участникам яркие впечатления. Они едва сдерживали свои эмоции. Вечеринка очень крутая. Современная музыка. Правда, народу немного, но есть с кем отжигать, потусить. Побольше бы таких вечеринок в городе. Это вот самая суперская вечеринка в нашем городе. Мне все очень нравится. Тут очень хорошая музыка, очень хорошие люди собрались здесь. Серьезно, очень нравится. И такое нужно проводить почаще в нашем городе. Вот, да. Очень нравится. По крайней мере, молодежи, мне кажется, понравится, если это будет намного больше какое-то место и больше будет, так сказать, распространяться по обществу вот эта информация, то, что будет такое вот событие. Участники много танцевали и устраивали танцевальные батлы. По динамичную музыку они по очереди или парни выходили в центр круга и показывали свои танцевальные способности. Было и много общих, синхронных танцев. Все присутствующие по достоинству оценили этот шляпный праздник. Сегодняшняя вечеринка пришла просто нереально. Музыка, все танцуют, все пришли в шляпах, все разные, кто что делает. И, конечно, хотелось бы, чтобы такого в нашем городе было больше, чаще, веселее и больше людей. Возможно, проводить такие вечера в городе станут чаще, пока решается дата проведения следующей шляпной феерии. У десногорцев есть время выбрать лучшую шляпу. Дорогие друзья, не прошляпьте следующую вечеринку, будет еще веселее. Праздник закончился поздно вечером, но ребята еще долго не могли разойтись. Уж очень не хотелось им переодевать оригинальные шляпы на зимние меховые и вязаные. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна-ТВ. А теперь коротко о погоде. 29 января в Десногорске будет пасмурно, а возможен снег. Днем минус 4, ночью минус 9. На сегодня это все новости. Еще больше интересного на нашем сайте desnadefiz.ru С вами был Олег Соловьев. До скорого!